Добрый вечер дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Покупка недвижимости это очень важная вещь и это знаковая вещь, потому что когда вы получаете ключи от своего нового дома, я акцентирую внимание, именно от дома, где у вас достаточно хороший участок земли, ну хотя бы не на 4-5 соток, то вы становитесь частью этого общества, частью этой страны. Пока вы этого не имеете, это не факт, что вы гражданин, даже если у вас есть сертификат о гражданстве и паспорт. Надо иметь кусочек этой страны, иметь документ о том, что вы этот кусочек страны имеете. И уже из самого этого определения следует, что надо покупать и что не надо покупать. Здесь есть большие экономические обоснования и достаточно большие риски. Первое, что абсолютно не надо покупать, это квартиры. И вы уже сейчас видите, при той инфляции, которая у нас есть при скачке цен в Австралии, недвижимость в плане квартир стоимости падает или не растет. Она в любом случае падает в тех ценах, которые были до этого. Соответственно, вложение в квартиру это глупость. Опять-таки, что вы на самом деле имеете? Вы имеете пшик. В этом пшике вы будете жить. В этом пшике, который вам фактически принадлежит, это два квадратных метра территории. Или три, все зависит от этажности, квадратуры и так далее. Но вы фактически не имеете ничего. Но самое главное, что вы еще платите страта фи, это побуры, которые берет компания, которая обслуживает вас. Честность компании, она, во-первых, относительна, во-вторых, крайне редко встречается. В основном, это люди, которые хотят зарабатывать больше и больше. Вы никуда не можете деться, потому что вы уже связаны по рукам и ногам. Вы можете заменить страта менеджмент, но это меня часто широ намыло. И, во-вторых, каким образом вы договоритесь со всеми проживающими здесь людьми. И, третье, вообще в ваш адрес могут поступить угрозы, и эти угрозы будут очень существенны. А страта фи, ну, скажем так, это может достигать и 200 долларов в неделю, и 250, и даже больше. Я такие случаи знаю. И, опять-таки, куда вы денетесь? Такая стоимость, я уже не говорю, да, 3, 4, 5 комнат. Я говорю, да, обычные однушки и двушки. Такая стоимость, это, ну, сопоставимо со стоимостью, ну, хотя бы половина рента, может быть, и нет. И, если вы сдаете это жилье, опять-таки, все ремонты, все ремонт оборудования, все идет до ваш счет. Поэтому квартира, это абсолютно невыгодный вариант, даже если вы хотите в ней жить, тем более, если вы хотите зарабатывать на этом деньги. Мой опыт, слава богу, не личный, но опыт моих друзей показывает, что это самая большая дрянь, которая возможна. В Австралии покупать таунхаузу, это лучше, но не намного лучше. Потому что, опять-таки, вы под домом почти ничего не имеете. Старые таунхаузы, во-первых, требуют большого ремонта. И, если это национальное достояние, heritage, да, то в этом случае вы практически очень мало, что можете сделать с этой собственностью. В этом случае все это старое оборудование, все это будет лететь к чертовой матери. Жильцы будут на вас жаловаться этот ремонт. Опять-таки, зачастую будут делаться дорогостоящими мастерами, допустим, электрика. И кто на это будет платить, вы будете платить. Поэтому таунхаузы, это не выходное положение. Это, безусловно, лучше, чем квартира, но не очень. Опять-таки, есть торрент стайл, есть нет. То есть, надо смотреть, будете ли выплатить страта менеджмент или нет. То, что есть блоки таунхаузов, которые требуют уборки территорий. И, соответственно, опять те же самые поборы, которые я говорил, при квартире это, ну, скажем так, совсем уж плохо. Даже если это, скажем так, без какой-то страта фи, все-таки у вас какие-то стены общие. Фактически, это комплекс. То же самое, кстати, и вилла. Вот. И это крайне невыгодно. Невыгодно брать, наверное, самое невыгодное, но, может быть, и нет. Квартира, наверное, самая невыгодная. Невыгодно ленд, хаузен ленд пакетч брать. Почему? Потому что все деньги, которые вы могли бы заработать, они уйдут, во-первых, девелоперу, который... Вы должны просто увидеть, как строится, осваивается, развивается, когда идет стадия девелопмента, район в Австралии. Снимается какая-то часть, достаточно хиленькая часть плодородной земли. Остается, ну, грубо говоря, просто абсолютно непригодный для любой вегетации участок земли. На нем строится дом, обычно это глиняная шоколадка, на которой строится ленточный фундамент. Здесь крайне редко ставятся сваи, даже под двухэтажные дома. Соответственно, после этого из говна и палок, то есть от входа в производство, не самого качественного, а самого дешевого материала, делается вам этот, позволение сказать, дом обычно двухэтажный. Без разницы. Двухэтажный вообще брать смысла нет. Это просто неправильное вложение денег. Вот, это ненадежный дом, который часто дает трещины, который намного более проблемный, чем одноэтажный. А если, допустим, человек заболевает, что-то там с ногой, с позвоночником и так далее, старый человек, он просто на второй этаж не может дойти, а если будет сходить, то может его жизнь на этом и закончится, упасть с этой лестницы и разбиться. Вот, соответственно, двухэтажный дом строить не стоит, но если вы берете этот пакет, вы большую часть отдали девелоперу, вы очень много отдадите строителю, который сделает вам самый дерьмовый дом. Причем, как бы вы за ним ни следили, все равно будет именно так. Изоляция ставится абы как, стеклопакет все равно отвратительный, потому что весь тот выбор, который даже премиум ставят, это... Я делал тройной стеклопакет, двойную изоляцию, тройной-двойной гипсокартон, и у меня получалось эффект термоса и хорошо. Никогда вы этого не добьетесь от строителя, а уж когда вы просто покупаете вот готовый дом, который построили для вас, на мой взгляд, это самая большая глупость. Вы потом столько найдете, прорег и ничего не докажете. Австралийские стандарты допускают трещины в бетоне до 2 мм. Вы просто посмотрите, что такое 2 мм. Да это кошмар. Но такие у нас стандарты. Если посмотреть стандарты по прокладке электрики, вообще кошмар. Здесь вообще не имеют понятие о том, что электричество должно, проводка идти в кожухах, и просто кидаются какие-то сопли, просверливаются в несущих конструкциях дрелью отверстия непонятного свойства. Это вообще ухудшает прочность дома. Сверху вешаются тяжеленные дакты, это кондишенинг системы, и гарантия у вас, допустим, на 8 лет. Через 8 лет у вас просто дом может разрушиться, и никто не будет нести ответственность. Даже, скорее всего, и страховая компания всегда всю вину свалит на вас. Поэтому, дорогие друзья, не покупайте квартиры, не покупайте таунхаузы, и не покупайте хаузерланд пэккеджи, ни при каких условиях, потому что это идет вам в обрет. Вы можете спросить, а что надо покупать? А вот здесь надо покупать то, что вам подсказывает чувство оппортунизма. То есть надо покупать дома, желательно, чтобы землица была побольше, но опять-таки надо смотреть, надо смотреть, сколько будет выездов. Желательно, чтобы это был и угловой блок с двумя выездами, или сквозной, чтобы лейн была, то есть две улицы с обеих сторон. Надо смотреть, что у вас за почва, потому что, как я уже сказал, прокладывается по глине. Вот такой слой песка с птичьим пометом. Все это покрывается тонким слоем газонной травы, рулончики. И фактически, если вы попробуете копнуть даже на пол штыка лопаты, на штык вы увидите, что вы уткнетесь в эту шоколадку. То есть это почва, которую надо все снимать и на метр ставить плодородную. Люди, конечно, пытаются избежать этого, и в глиняной почве делают какие-то на кубометр ямы, ставить туда деревья. Но вы должны понять, что при хорошем дожде это просто приведет к тому, что ваша корневая система загниет, и вы потеряете уже достаточно взрослое растение. Поэтому вы все это должны предусмотреть. И тогда у вас будет хороший дом, который и жить самому приятно, и сдать денежно. Спасибо. Спасибо.